Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Я знаю, все привыкли к медвежьему рынку и что криптовалюта постоянно падает уже на протяжении полутора лет. Но сегодня я хочу показать тебе целый ряд причин, почему эфириум может взорваться в сентябре этого года, то есть уже через месяц. Кроме него могут взорваться и альтернативные ему проекты, его конкуренты. Если ты найдешь в этом видео что-то интересное или полезное, не забудь поставить лайк. Это очень помогает находить мотивацию трудиться каждый день, освещая все самые интересные события из мира криптовалюты и экономики. По секрету тебе скажу, это далеко не самое простое занятие в этой жизни. Поэтому твоя поддержка всегда очень приятна. И первая причина заключается в индексе доллара. Это большой аргумент в пользу того, что криптовалюта на краткосрочной перспективе в месяц-два может рвануть вверх. Ведь, как мы видим, индекс доллара провалился ниже этого параболического забега, в котором он находился длительное время с мая прошлого года. Если этот индекс растет, это означает, что доллар усиливается, а значит активы по отношению к нему дешевеют. Если индекс падает, значит доллар слабеет, а активы по отношению к нему дорожают. Означает ли это пробитие такого длительного параболического трендлайна завершение роста доллара? Похоже на это. И это очень хорошие новости для эфириума и других криптовалют, включая биткоин. Еще одна интересная новость. Эфириум стремится закрыть самую высокую свечу за последние два месяца. Эфириум продолжает превосходить биткоин, ведь инвесторы накапливают его в преддверии долгожданного обновления мерч. Если что, это обновление будет значить окончательный переход на Proof of Stake. Это обновление запланировано на сентябрь. Конкретную дату запуска обновления в главной сети эфириума озвучат на следующей неделе. Приблизительная дата около 19 сентября 2022 года. Но кроме этого, для эфириума происходит множество других очень интересных событий. Facebook добавляет поддержку сторонних кошельков Metamask, Trust Wallet и Rainbow в Instagram. Это означает, что пользователи Инстаграма смогут привязывать эфириум кошельки и криптовалютные кошельки прямо к своему аккаунту. Это огромное событие для принятия криптовалюты, а особенно для принятия эфириума. Также ончейн-метрика для эфириума выглядит рекордной. Несмотря на медвежий рынок, мы видим, что многие параметры ончейн-метрики для второй криптовалюты достигают исторического пика. Например, почти 11% доступных в обращении монет эфириума уже залочены в депозитном контракте эфириум 2.0. По текущему курсу это более 21 миллиарда долларов. Вот такое большое доверие у пользователей к эфириуму 2.0. Все они стейкают эфир в преддверии обновления мерч. Такое впечатление, что на фоне других криптовалют из топ-10 эфир сейчас находится на совершенно ином уровне. Эфириум вобрал в себя большинство разработчиков. Более 4000 активных разработчиков в месяц. У Соланы это около 1000, а у Биткоина около 500. Доминирование эфириума в плане собирания мозгов конкретно в своей экосистеме уже может быть решающим. Возможно, этим и объясняется, почему пользователи даже готовы платить комиссионные больше всех. Больше, чем сеть Бинанса, Аваланча, Фантома, Полигона и Соланы вместе взятых. Но несмотря на очевидное лидерство, у эфириума все же огромное количество конкурентов. Эфириум доминирует, если мы говорим о веб 3.0, но многие конкуренты работают над внедрением большего количества функций. Солана, Полигон, Бинбичейн, Аваланч, Фантом, все они нацелены на такой же успех. Кстати, вот посмотри на эту инфографику, почему они кардана сюда не вписывают. Это же тоже конкурент, и причем не самый маленький. Очень странно. Кстати, Аваланч тоже на этом медвежьем рынке бьет какие-то немыслимые рекорды. Вот обновление по нему. Аваланч побил рекорд по количеству транзакций за сутки. Это 1 миллион 350 тысяч транзакций, и это исторический рекорд для Аваланча за всю его историю. Так что я бы тоже обратил свое внимание на эту монету, которая на медвежьем рынке показывает такие рекорды. Еще один аргумент в пользу эфириума. DeFi, как ни странно, растет. Посмотри на этот график, вроде бы медвежий рынок, но катастрофического обвала не случилось. В целом, сектор DeFi вырос с нуля до 100 миллиардов долларов за два года. Это ответ на вопрос, есть ли на DeFi спрос. Да, есть. А если есть спрос на DeFi, будет спрос и на эфириум. Это связанные вещи. Спрос на DeFi и цифровые доллары а-ля стейблкоины выросли драматически за последние годы. Для людей, у которых нет банков и доступа к банковским услугам, а таких 1,7 миллиарда, криптовалюта является выходом. Я добавлю больше. Ситуация, которая происходит в моей стране и соседней стране, тоже подстегивает пользование криптовалютами. В условиях санкций и финансовых ограничений какой-нибудь тезер очень выручает. Я и сам этим пользовался и пользуюсь. Теперь я хочу поговорить о том, что уже слишком поздно инвестировать в криптовалюту. Да, я до сих пор такие комментарии читаю. Я считаю, что криптовалюта все еще очень ранний класс активов. Приблизительно в сети эфириума количество активных пользователей колеблется от 7 до 50 миллионов. Если сравнить с интернетом, у него такое же количество пользователей было в 1995-м. Фактически криптовалюта сегодня, так как интернет в 1995-м. Так что у эфириума и других криптовалют еще полно места для принятия и роста. Ну и наконец я хочу привести еще один последний аргумент. Американская компания Ticketmaster Entertainment, которая занимается продажей и распространением билетов, 6 дней назад на сайте поиска трудоустройства спалилась с вакансии от них. Они ищут кого-то, кто помог бы с интеграцией NFT. Учитывая, что OpenSea и эфириум все еще являются лидерами в NFT-индустрии, принятие NFT в таких компаниях повышает спрос на эфириум, что делает его рост куда проще. Напиши в комментариях, веришь ли ты в эфириум и какие у тебя прогнозы для его долгосрочной цены. На этом все. Надеюсь, я добавил тебе немного оптимизма в эти трудные времена. Если это так, буду рад лайку. А меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok